Музыка Лены построили этот первый дом, в этом Хоунау. Здесь они жили где-то, наверное, около 8 лет. Занимаются они, мужчины, вот этими работами, ремонтируют машины, делают. Вот сейчас они меряют, как раз это пилорама. На продажу делают пилорамы, ремонтируют такие прицепы. В общем, всё, что угодно, на все руки они мастера. И вот так они красиво устроили этот дом. Посмотрите, как уже выросло огромное дерево авокадо. Теперь они живут в том доме, как вы уже поняли, а Рома со своей семьёй живёт в этом доме. Это вот у них рабочий ангар. Там у них инструмент, они там сваркой занимаются. А вот это маленький домик гостевой. У них тут останавливаются туристы, люди. Там две комнаты. Сейчас как раз они заняты. И люди, кто в отпуск приезжает, кто поработать. Одна даже женщина, по-моему, из Польши приезжала сюда рожать. Да, и здесь была, потом они уехали. Тоже вот посмотрите, даже ещё висят небольшие манго. И вот эти пилорамы, они делают и продают на заказ. Тут вот сейчас вам покажу мастерская. Все инструменты. Вот тут рама, чтобы машины ремонтировать. Всё сварочное. Работает с утра до ночи. Труженики. Всё умеют, всё им привозят. Парагвайцы приезжают. И в любую железку, в любую деталь, к мотоциклу, к машине. Они всё это ремонтируют. Тут виноградник. Лена. Всё это Лена тут выращивала, сажала. Там дальше, видите, да, бананы. Там у них курочки были, утки. И вот так обходишь. И с этой стороны у них такая зона была отдыха. Сейчас, конечно, дело к зиме. Некогда. Вот тут была тепличка. Только сейчас она без плёнки. И вот такой бассейн. Вы знаете, не поверите, друзья. Вот этот бассейн Лена сама выкопала всё потихоньку лопатой. Сделали они там арматуру. Потом всё она это бетоном штукатурила. Потом покрасили. А вот это мужчины придумали. Видите, оно поднимает. Чтобы не попадала грязь туда, не попадало ничего. Ну, сейчас он пустой. Так что пока они пользуются им. А Лена теперь, Саша, они там в озёрах плавают. Там два озера, и они там плавают. Вот такие цветы. Ей тоже Лена красивые. Смотрите, как разрослись. Когда были, они были маленькие. А сейчас огромные кустарники. И стоят они вот. И хватает им даже влаги. Надо же как, а? Какие неприхотливые. Здесь у них летняя кухонка. Даже не знаю, закрыта. Нет, сейчас попробую вам показать. Нет, открыта. Здесь были тоже очень хорошие вечера у нас. Проводили мы за чаепитием. И тут можно грелить. Такая летняя кухня. Там окна. Тоже вечером было светло. С сеткой натянута. Здесь также, видите, сетка натянута. Дверь тоже всё с сеткой. Очень удобно. Тут у них проход в контейнер. Там у них дальше идёт баня. Стиралки, видите, стоят. И в доме несколько комнат. Но там снимать не буду. Хозяйки нету молодой уже. Илья. Вот. Да, в принципе, там две комнаты нету молодой уже. Илья. Вот. Да, в принципе, там две комнаты. И большой зал. Вот смотрите, какая папа. И не замёрзла. Как красиво. Это стоит большое дерево. Это маринга. Видите, как раз, как раз сейчас эти стручки висят. Там в них семена. Но сколько люди брали в Германию, в России я передавала. Никак не получается эта маринга там вырасти. Видите, не идёт эта маринга. Только здесь получается вот парагвайский вариант. Ну вот, вроде бы, вот это лавровый лист стоит. Тут цветы. Такая была небольшая клумба. Там даже лучок ещё зелёный, молодой. С это семейства, по-моему, каллы. Такая разновидность цветов. А эта высокая, большая, стоит маньёка. Видите, какая она выросла. Это огромная маньёка. Они разные. Бывают сорта. Бывают очень вкусные. А бывает такая, что только на корм скоту. Вот такой дом построили наши друзья здесь. И теперь они до конца уже будут достраивать свой второй дом. Ну всё прекрасно, всё хорошо. Молодцы они. Вот на своём новом участке Лена с Сашей сначала жили в палатке. Я вам уже показывала. А когда они жили в палатке, то они вот этой пилорамы на другом участке земли. Там, где им разрешали, они пилили лес. Потом привозили эти брёвна домой. И вот такой пилорамой они это всё распиливали. Потом построили такое, ну, можно сказать, как временное жильё, сарай. Такое большое помещение. И там они жили. И сейчас только перешли в дом. И вот такое вот они сами всё придумали. Мотор какой-то. Непонятно что. Рома, руку расскажи. Ух ты, красота-то какая. Ром, расскажи, как там, где диаметры там, чего там. Значит, двигается. Ух ты. Вот она, получается, это лента, да? Да, лента натягивается. Так кладётся вот так доски, да? Брёвна, вернее. И распиливается по длине. Да. Это тоже на заказ, да, Ром? Это на заказ пилорам. И в которой она у вас по счёту, Ром? Четвёртая. Пятая. Или пятая. Даже уже пятая. Вот такие. Русские кулебины живут в Парагвае. Сейчас доделаем. Потом закажут, кажется, с электрическим мотором. Ещё и с электричеством. А, это какой мотор? Это бензиновый. Чётая. Пятая. Или пятая. Даже уже пятая. Вот такие. Русские кулебины живут в Парагвае. Сейчас доделаем. Потом закажут, кажется, с электрическим мотором. Ещё и с электричеством. А, это какой мотор? Это бензиновый. Это на бензиновом моторе. На бензиновый. Электричество какое надо? На 5 килограмм? Ну, вот. Ну, наверное. Три пазель. Такие труженики здесь живут. Вот мы пока подъехали. Рома, говорит, увидел кулёчек висит на воротах. И вот такой. Сосед или кто? Знакомый, да, Рома? Знакомый. Ну, привёз фрукт какой-то. Мы сами не знаем, как он называется. Из Бразилии, говорит. А, из Бразилии? Да. Вот мы попробовали. Мне напомнило это наши русские ранетки. Яблочки маленькие, ранетки. А Рома, говорит, он ему посоветовал... Сделать настойку, ликёр с этого. Да? Вот, видите? Тоже натуральные ликёры. Нет, ну, мне понравилось. Так вкусно, такие сочные, маленькие. Ну, извините, не можем вам сказать, как это называется. Скажи, классно, да, Рома? Классно. Классно. Так, всем приятного аппетита. Собак тут у всех много. У Лены как раз, Саша, три собаки. И у Ромы тоже получается три собаки. То есть, так же, как у родителей. Две рыжие, одна чёрная. Вот они тут бегают, как играются дружно. Никуда не убегают. Девочек уже прооперировали. Они спокойненько теперь живут. Да, вот, недавно период остался. А, кстати, да, вот, Ром, ты сказал, 250 тысяч, да, вы сделали? Это сколько, если на евро сказать, допустим, операций вот у собачек? 250 тысяч, гурани. По сколько у вас это? Разделим на 6500. Ну, вот они, красавицы. Ну, идите сюда, на свет. Шурик, иди сюда. Оля. Стой, касса. Красавица. Молодец. Новосовет. 250 тысяч, это сколько евро? Чего 250 тысяч? Ну, гурани. Гурани? Да. Ну, 7 тысяч считай. Наверное, подожди, сейчас. Ну, кому-то это. Ну, как вы долго считаете, мужчины? 40 евро. 40 евро? Да. Значит, получается вот одну собачку, ну, не кастерировать, а стерилизовать. Стоит 40. С правой стороны от дома участок свободный, это относится к участок церкви. Здесь они иногда тоже косят для того, чтобы там футбол погонять. И этот участок не продаётся, и на нём не строится. Так что с правой стороны как раз соседей нет. А вот дальше уже идёт двор парагвайской семьи. Вот так живут парагвайцы. Они живут, конечно, по-разному. Ну, вот тут дом очень даже считается уже, можно сказать, зажиточным. Потому что кирпич, даже детская, пожалуйста, есть площадка небольшая. Украшения. Ну, в смысле, как? Видите, покрашено там что-то впереди. И цветы посажены в озонах. Тут уже считается, что ухоженный двор. И вот тут, слышите, уже всё, уже дорога, уже пошла жизнь. С одной стороны хорошо, а с другой стороны шумно. У нас в колонии тихо, хорошо. Нету такого шума, воздух гораздо чище. Но зато к нам доехать тяжело. А здесь всё, цивилизация. Вот это, кстати, дом. Сколько мы уже сюда приезжаем? Лет 8-7. И вот всё, он стоит. Тоже какие-то развалины градские. Не строят. Непонятно, что участок он такой. Можно сказать, заброшенный. Хотя, конечно, это чей-то участок. Но продвижений за все эти годы не было. Такая сосна красивая, огромная, высокая сосна. Так что парагвай, он разный бывает. Сейчас уже жарко, уже солнце начинает припекать. Надо уже прятаться в тенёк. Ещё одна маленькая зона отдыха. Вот здесь, по-моему, они планируют поставить баню. И потом очень хороший здесь спуск к озеру. И будет замечательно. Вот они в палатке. Я вам уже показывала. Сначала была одна палатка. Они прожили в ней месяц. Так получилось, что они купили участок. И надо было строиться. И каждый день ездить туда-обратно, это, конечно, далеко не очень-то приятно. Там как раз Рома женился, их сын. И они были в маленькой палатке где-то недели две. Потом ещё палатку одну поставили. И так они прожили где-то два месяца. Они ничего не боятся. Они такие экстремалы. В любых условиях они выживут. И от этого получают удовольствие. Всё нравится, всем довольны. Несмотря на всё то, что здесь не было ни света, ничего, они были рады. И в течение этого месяца они купили себе лес. Большие брёвна, естественно, леса. Им надо было на дом. Потом попросил мужчина напилить им с этого леса доски. Они согласились. Думают, что мы сейчас как раз эти доски напилим, продадим. И потом снова купим себе лес. И мужчина отказался. Отказался это Парагвай. Всё так может быть. Да, вот не надо ему. Передумал он. А пилораму вы видели, какая пилорама у них. Это такая она и была. И вот этой пилорамой они пилили доски. И после этого они построили себе вот такое жильё. Пока мы ездили по делам, Лена тут уже небольшие пастирушки сделала. И тогда они с этих досок построили себе вот такую баню. Там небольшая. Тут они мылись. Вот там ещё печка стоит небольшая. Тут у них была баня. И сейчас пока ещё есть. И вот так всё натянули это сверху теном. И в принципе было неплохо. Здесь у них была и кухня, и спальня. Тут был и холодильник. И всё, потому что свет уже потом подвели. И здесь они прожили полгода. И только потом они смогли перейти вот в этот дом. Было очень удобно. В любое время не надо было ехать домой. Тем более, когда дожди, дороги тоже плохие. Видите, как всё здесь. Наверное, я не знаю, смогу ли я показать. Я не знаю, где свет включается. Ну, сейчас тут уже ничего нет. Всё уже. Уже просто получается сарай. Вот. И потом они перешли в дом. Дом. Где-то 80 с лишним квадрат. Квадратов. Вот так. Подняли они его. Видите, там готовили специально такая опушка. И они так красиво его поставили среди леса на высоте. А там дальше вдали где-то у них есть родник. Но там я уже по дом пойду с Леной и всё вам расскажу. Работы ещё, конечно, много. Но всё равно уже хорошо, красиво и жить можно. Вот так смотрится. Она, Лена, ещё хочет здесь какие-то цветы посадить, чтобы всё с гирлянды, как гирлянды, всё свисало. Тогда будет очень красивый обзор из дома. Очень будет хорошо смотреться. Но самое главное, они выбрали место, что у них нету климы. Или по-русски как клим-систем. И в доме очень прохладно. Вот сейчас на улице тепло. А Лена даже шарфик накинула на шеи, на плечи. Потому что дома прохладно, без всякой климы. Где-то 25 градусов. И очень тепло, когда холодно. Вот это, посмотрите. Это Лена сказала, знаете, что так цветёт? Это куркума. Это куркума. Это я просто молчу. Слушаю, какая здесь тишина. Тоже так же получается там куркума. А это, Лена сказала, как перчик какой-то тут красненький. И сам вот он так начал уже тут ползти, ползти вниз, расплетаться. Ну, конечно, надо всё это ещё облагородить. Но всё равно она уже вот клумбочку сделала такую. Всё, она так вот полукругом. Как раз это мы тут отдыхаем в спальне. Вот с этой спальни, с окна спальни. Вот с этой спальни с окна у нас такой вид. Тут тоже какой-то вьющийся что-то посажено. Вот. И пошёл уже папоротник. Папоротники везде. И так с этой стороны дома. Кирпичи они делали эти сами. Я потом попрошу Леночку, и она всё нам расскажет. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...